Хрупкие фантазии. Под таким названием в Вышневолосском краеведческом музее работает выставка работ заслуженных художников России Елены Есиковой и Константина Литвина. Представленные стекольные композиции мастеров передают красоту и непрочность материала, из которого они изготовлены. Многие экспонаты уже побывали во Франции, Дании и Германии. Тему продолжат наши коллеги из Вышневолочка. На выставке представлены новые работы и те, что были выполнены ранее. Все в разных техниках. Часть работ гутная техника, когда стекло выдывается свободно и создается мастером у печи от начала до конца. Поэтому каждое такое изделие индивидуально и неповторимо. Здесь же имеется редкая коллекция сульфидно-цинкового стекла. Она получается при добавлении окиси железа и сульфида-цинка, который придает материалу разнообразные оттенки. Мы смешали старые работы, новые работы. Показали немножко сульфидно-цинкового стекла, которого, к сожалению, сейчас уже вообще нигде нет. Показали еще то, что мы сейчас делаем. В основном все из бесцветного стекла и в технике свободного литья. И, естественно, выставка получилась такая разная. И цветная, и бесцветная, и старая, и новая. Художники работают со стеклом уже много лет. Говорят, что это фантастический материал. Свои произведения мастера вкладывают в частицу души, поэтому им удается создавать богатые по пластике эмоциональной выразительности стекольные композиции. Эффектно подчеркивать красоту и хрупкость материала, ее прозрачность и глубину. Кроме того, Елена и Константин – постоянные участники международных симпозиумов, региональных, российских и международных выставок, на которых они демонстрируют свой высокий профессионализм. То, что они делают, как они это все делают. И, конечно же, это огромный, по большому счету, мастер-класс для наших молодых художников, для студентов. Всегда, когда выдувается эта пара, мы всегда студентов приводим и показываем, чтобы они от начала до конца работают 6 часов, художники. 6 часов вы должны стоять и смотреть, и учиться, как это должно быть. В своих художественных произведениях Елена Юрьевна и Константин Николаевич продолжают традиции Вашневолодского стеклозавода «Красный май», на котором они отработали почти 20 лет. То, что я здесь вижу, я, конечно, могу сравнить только с тем, что было на «Красном мае», поскольку это, ну так, скажем, линия продолжения «Красного мая». Работы супружеской пары можно увидеть в собраниях Эрмитажа и Музея современного стекла в Санкт-Петербурге, выставочном комплексе «Царицына» в Москве и многих других музеях и частных галереях России и зарубежья. А выставка в Вышнем Волочке будет работать до начала марта.